привет несколько дней назад я выложил в youtube вот такое вот видео в котором назвал его адекватной дисперсии почему я называю это именно адекватной дисперсии потому что большинство если не все видео которые я видел по этой теме и даже не только видео когда я в целом изучал эту тему как сделать дисперсию в блендер я ни разу не наткнулся ни на один адекватный результат который имел бы такое же качество как например в том же самом октане поэтому вы можете смело думать о том то что сейчас мы будем воспроизводить или тот же или почти тот же эффект что и в октане который будет иметь вот такое вот замечательное качество и будет в целом иметь достаточно широкие возможности для расширения поэтому давайте приступать и для начала можно уже закрыть наши красивые превью что мы можем сделать мы можем сделать новую сцену и начать делать наше стекло для начала давайте просто расставим здесь наши источники источники света и камеру пока что у нас будет камера перейдем мы в cycles потому что это работает именно в cycles и я выставлю какие-то первоначальные настройки по типу denoise и gpu теперь я хочу поставить 1080 на 1080 мне квадратный формат нравится больше и теперь я хочу добавить в сцену какой-то цилиндрик например вот вот такой сожму его немножко и сделаю примерно ту форму которую я делал на видео ничего особенного просто делаем сейчас форму которую мы будем использовать накину на него бэвел и subdivision 6 smooth давайте ему так 2 итерации и примерно вот таким мы его сделаем можно он добавить еще петлю немножечко вот так вот расширить чтобы выровнять его и давайте повернем его плюс минус на тот же угол что у нас и было и для начала чтобы вы действительно убедились в том что разница все таки есть я вам покажу небольшое исследование которое я делал в этом плане я собирал референсы в целом то как я использовал этот материал чтобы показать вам что он действительно лучше чем то что сейчас предлагает в целом сообщество блендера я говорю именно о создании дисперсии с помощью трех нот глаз и измены им айвар и прочих вещей в целом этот материал он имеет достаточно широкий спектр применения все что вы вот здесь вот видите она была сделана за счет именно этого метода вот от таких вот красивых полосок с классными цветами до каких-то преломлений текстом и даже здесь можно увидеть разницу вот это обычный дефолтный метод который делается через три ноды глаз вот это мой метод который выглядит намного красивее в целом более сочно давайте закрою и сейчас мы даже для сравнения можем воссоздать тот самый эффект который является стандартным на данный момент я создам еще так еще одну еще одно разделение вот здесь вот и выберу здесь выберу шей шейдер эдитар где же он вот он и добавлю новый материал также я добавлю источники света пока что это будет 3 рио лайта давайте сверху один добавим на кинем у силу 1000 сразу же хочу для фона поставить минимальную светимость чтобы он был просто черным давайте расставим эти источники света как-то и сзади один тоже можем накинуть чтобы он преломлял в целом наше стекло и давайте начинать я удаляю принципу без дев и добавляю 3 глаз шейдера сейчас как я уже сказал я хочу показать как это делается на данный момент обычным методом как это обычно показывают в других видео я делаю три глаз от шейдер дублирую его и подсоединяю просто чтобы это все соединить давайте это соединим здесь выставим нужные настройки цвета и остался синий поставлю roughness например на 15 150 точнее в целом и давайте айор 1 и 4 1 4 5 и 1 и 5 вот смотрим можно фоновый свет немножечко поменьше сделать примерно вот так вот и давайте посмотрим что нам в целом предлагает этот метод как будто бы да мы видим то что дисперсия какая-никакая есть и местами она даже симпатичная но если мы вот так вот покрутим и включим например моё же видео но это совершенно огромная разница между тем что есть вот здесь вот между вот этим правом преломлениями света и между тем что мы видим вот тут поэтому этот материал я не удалять не буду я просто возьму и продублирую этот объект и этот материал чтобы потом сравнить это все давайте shift d вот этот цилиндр я скрою а здесь сделаю новый материал в котором я это буду делать именно моим методом давайте добавим рефракшн бездф и три раза тоже продублируем затем добавим это шейдер две штуки и пока что это может казаться как будто бы то же самое но давайте смотреть в целом что с этого выйдет давайте пока что вот так подсоединим surface roughness я поставлю на 02 везде на 02 поставлю а юар сразу 1 4 1 4 5 и 1 и 5 будет достаточно небольшие разделения ставим наши цвета тоже ставим rgb вот мы это сделали но как мы можем заметить ничего особо не изменилось ничего красивее не стало что нам нужно сделать дальше дальше нам нужно добавить ноду mix shader подключить ее сюда добавить ноду glass бездф тоже подключить пока что здесь ничего не меняем уже сразу можем заметить разницу с подключенным глаз мы сразу начинаем видеть именно стекло и последняя последний штрих добавляем light pass и подключаем transmission depth и как вы видите у нас уже добавились вот эти вот красивые цветные края если мы будем крутить мы заметим то что у этого появились совершенно другие преломления они выглядят совершенно по-другому вот теперь это красивая действительно дисперсия которую можно использовать просто невероятным количеством всяких разных вариантов дополняя ее как-то переделывая и при этом это достаточно гибкая такая настройка этих этого материала она гибкая потому что вы можете всего лишь менять один айор чтобы получать действительно разные интересные эффекты например поставлю 1 и 6 буду крутить и как вы видите очень красивые преломления света здесь есть конечно же все зависит еще от того как вы расставите ваши источники света чтобы получать дополнительные какие-то красивые блики сначала надо со светом немножко поиграться посмотреть где он выглядит лучше где хуже в целом чтобы так не делать давайте пока что вот так вот я оставлю и последний штрешок который мы можем вот сюда добавить это взять добавить image texture добавить мэппинг давайте мэппинг подключим сюда и текстурные координаты текстурные координаты например по юве вектор подключаем и возьмем добавим color ramp у color ramp у и тут мы можем взять добавить любую текстуру чтобы сделать намного красивее наше вот это вот преломление например так 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 у меня была одна текстура сейчас я ее найду вот такую текстуру я нашел в интернете это обычная картинка черно-белая ничего в ней такого нет подключаем color к фактору и затем color ramp у крафт несу везде подключаем это уже не обязательно но вы можете это сделать и теперь мы можем немножечко поиграться с этими ползунками изменить здесь например шероховатость на какое-то вот такое значение и зачем убрать вот эту глянцевость чтобы тоже сделать это чуть более шероховатым да давайте доработаем этот момент так и что мы теперь здесь можем увидеть давайте я вот так сделаю чуть-чуть вот так вот наверное вниз возможно вот так вот подтяну просто чтобы видеть больше вот этих вот царапин в целом подключу обратно микс шейдер к серфейс давайте немножечко еще доработаем просто чтобы больше разницы видеть как вы видите мы уже потихонечку начинаем видеть наши царапины давайте я и вот здесь еще подтяну вот как-то как-то так и скейл мы можем уменьшить например 0 3 и везде сделать даже не 0 3 извиняюсь а 222 вот что-то такое и теперь например давайте вот так вот немножечко подергаем это значение тут сейчас небольшая такая игра с color рампа идет просто в целом чтобы добиться красивого значения для вот этой вот текстуры которую мы только что добавили давайте примерно вот так вот тут можно повыше и теперь мы видим то что у нас есть определенного рода царапины которые в целом будут делать эту картинку еще более красивой давайте вот так как-то разверну например сюда источник света перемещу тут тоже с ним поиграюсь вот поищу какие-то интересные местоположения для него я не знаю тут уже такая игра именно со светом просто чтобы найти то самое расположение но давайте я чтобы не тратить собственно время просто открою эту сцену которую я ранее уже создавал чтобы быстренько показать как там расположен расположены источники света вот таким образом выглядит именно тот рендер который я сделал для превью как вы видите это все та же самая но да тоже та же самая текстура точнее которую мы только что сделали но это еще не все что вы можете еще для нее сделать вы можете сделать это стекло чуть чуть более отчетливым для начала я бы хотел показать как вот здесь выглядит именно сама вот эта шероховатость она вот таким вот образом нанесена на наш объект тут ничего такого нет мы просто нанесли это не через юви карту а через object но это не так уж и принципиально blend здесь просто чтобы немножечко разгладить края которые могут быть у текстуры выбирается это вот здесь по дефолту здесь flat но мы ставим бокс и немножечко выкручиваем это все потом что мы можем проиграться со скейлом просто чтобы подобрать нужное значение и вот примерно вот такие вот значения для color ramp у нас конечном итоге будут и если мы посмотрим на эту текстуру она выглядит вот таким вот образом но что мы можем сделать еще чтобы это все выглядело куда лучше мы можем давайте я покажу как это мы только что сделали то сделали мы только что были вот так вот у нас есть рефракшны от шейдеры микс шейдеры и глаз и все но что мы можем сделать еще мы можем добавить еще один микс шейдер добавить микс шейдер и подсоединить к нему принципу бездев поставить совсем минимальное значение и в принципу бездев например выбрать чуть-чуть голубоватый вот такой вот цвет и затем когда мы будем играться с этим значением это стекло будет становиться более таким тусклым более таким наполненным как будто бы это действительно какая-то стеклянная поверхность то есть вы можете таким таким же образом взять и добавить чуть больше живости к вашему стеклу потому что без этой детали у нас достаточно таки темные пятна вот здесь появляются но если мы подмешиваем через микс шейдер принципу бездев на достаточно маленьких значениях у нас все становится более таким туманным что ли я пробовал это сделать через принципу двольюм но получалось не так красиво вот и как здесь вы выглядит наши источники света достаточно просто это 3 рио лайта которые один находится вот здесь вот у него сила 1000 и он достаточно такой большой он находится перед основным объектом затем два еще рио лайта которые просто вот так вот в спине где-то там гуляют где-то вот здесь находится и каждая тоже имеют по тысячи значения для силы вот и даже если мы посмотрим то здесь намного лучше преломления именно каких-то фоновых объектов нежели в стандартном методе и что еще последняя деталь которую вы можете сделать это добавить solidify к вашим объектам например я выключаю solidify скопирую пока что значения выключая solidify и у него тоже достаточно неплохое преломление она красивая но она его как будто бы сильно искажает но если мы добавим solidify поставим ему какие-то значения то это будет намного красивее и при этом если мы перевозьмем наш стандартный метод давайте я даже сделаю как я вот так вот сюда скопирую потом еще сделаю одну копию сюда solidify удалять не буду но выберу здесь материал который я делал на основе обычного стандартного метода через глаз сейчас я его найду если он у меня тут есть если у меня его нет то я его просто сейчас возьму и сделаю заново сделала его заново так давайте только давайте на этом объекте удалим сделаем новый материал и сейчас уже пошла более такая наглядная часть которая просто хоть хочет вам показать разницу между этими методами давайте и шейдеры продублируем просто то что мы уже сделали глаз 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 подключаем ничего нового так теперь а юар 5 1 и 4 раф нас справедливости ради поставлю тоже 02 везде и теперь просто поставлю те же самые цвета давайте green точнее тут red и теперь blue так стоп почему она не меняется сейчас вообще мы не подключили точно не увидел и как вы видите разница она колоссальная потому что это дисперсия она выглядит намного качественнее намного красивее она похожа на какой-то октан и в целом ею уже можно пользоваться чем я вам что я вам и продемонстрировал продемонстрировал когда выложил видео вот и выглядит она вот здесь вот так вот и давайте опять же таки я возьму этот объект control l и скопирую обычную дисперсию link material ну разве это можно сравнить с тем что мы уже сделали я считаю нет поэтому используйте этот метод и даже как вы видите тут solidify качество ужасное а тут все выглядит достаточно классно и этот метод имеет огромные перспективы для того чтобы расширяться и на своей основе делать другие материалы например на основе этого метода я сделал вот такой материал сделал вот такой материал также работал с созданием каких-то вот таких вот линий и вы тоже можете это сделать это достаточно просто и скорее всего в будущем я запишу еще видео о том как сделать нечто подобное в целом на этом у меня все я буду очень признателен если вы распространите это видео потому что я искал это ну с тех пор как я только занимаюсь как начал заниматься блендером это несколько лет уже и я ни разу не наткнулся на это я не знаю почему если вы мне сейчас поможете этим поделиться возможно это поможет большинству людей которые работают именно со стеклом которые хотят делать какие-то красивые рендеры в целом это все пишите ваши комментарии ваши вопросы если что-то не получается настоятельно вас прошу пересмотрите внимательнее потому что многие мне часто пишут что у них что-то не получаются не получается но зачастую это просто не внимательность вот такое бывает здесь же очень все просто здесь вам не нужно делать колоссальное количество нод тут все ограничивается рефракшенами и миксованием вот этим от шейдера шейдер миг шейдер и вот эта нода лайт пас вот и в целом по желанию уже но это не необходимость можно добавить текстуру с всякими царапинами и прочим на этом у меня все спасибо большое пишите ваши комментарии ставьте лайки всем хорошего дня всем пока